Слишком низкий уровень силы. Не знаешь, как прокачать персонажа, а друзья не делятся советом? Боишься не успеть к рейду? Решение есть! Привет, Страж! Канал Трипл Вайп на связи. Меня зовут Джонни Лейни. И давай-таки наконец поговорим немного о прокачке уровня силы. Как быстрей, как правильней. Итак, обозначу базовые условия, от которых я буду исходить. Первый вариант. Ты только начал играть в отвергнутые. Сюжетку не прошел, баронов не валил. В твоем распоряжении 400 уровень света, ведь ты закрывал все активности до выхода дополнения и не задавал вопрос зачем. Второй вариант. У тебя 380 с копейками уровень силы, и ты не начал проходить сюжетку. Не понимаешь, куда идти, какие рубежи делать и так далее. В случае второго варианта, сначала догони персонажей с 400 уровнем силы, выполняя публичные мероприятия и другие маленькие поручения. Набери контрактов за валы, шакса, еще кого-нибудь и прокачайся до 400 единиц. Ни в коем случае не выполняй никакие рубежи, не сдавай коины и не забирай за них награду. Не беги в сюжетную кампанию, даже если ну очень хочется. Догнал? 400 вкачал? Класс! На этом этапе отцепляем тех, кто уже на старте имел эти показатели. Проходим первую миссию сюжетки, открываем локацию спутанные берега и долго формим тут публичные мероприятия, патрульные миссии и убиваем мощных врагов важная цель. Собираем синий шмот, который с них падает, надеваем его сразу после выпадения и ни в коем случае не инфьюзим. Да, скорее всего ты будешь выглядеть первое время как урод, но оно того стоит, поверь. Таким макаром прокачивайся до 485-490 уровня силы. Если застрял на 480, выполняй затерянные сектора на берегах, они здорово помогли мне в прокачке на этом этапе. Но в идеале качайся до 500. Затем отправляйся в сюжетные миссии, убивай баронов, догоняй ульдрана и получай награды после прохождения. На этом этапе твой уровень света должен быть от 500 до 505 примерно, плюс-минус 3 единицы. И вот только теперь отправляемся делать рубежи. Гарнила, налеты, гамбит, горячая точка, клановый рубеж, рубеж икоры, петры. Выполняй все и следи, чтобы на тебе всегда были надеты те шмотки, которые падают, которые выше по уровню. Также не забывай, что тебе упал экзотический квест на пиковый туз, выполнив который ты получишь револьвер с высоким уровнем силы. Если выпал квест на компаньон, с ним та же история, делай их в последнюю очередь. Если ты молодец и не слил все скопленные коины или детали гансмита, когда у тебя еще 400 силы было, то в конце всей этой затеи у тебя должно выйти примерно 520-525 единиц. Каюсь, сам я спешил. Скорее выполнял экзотические квесты, везде лис вперед, чтобы сделать гайды. И теперь вот охотник у меня должен будет очень постараться, чтобы пойти 14 числа на рейд. После 520 силы жди еженедельного ресета, который случается каждый вторник в 8 часов по московскому времени и снова делай рубежи. Рекомендуемый уровень силы на рейд пока так и не назвали, но скорее всего это около 550 единиц силы. Мощно, сложно, но теперь ты знаешь как его получить. Чуть не забыл, если ты собираешься качать второго и третьего персонажа уже сейчас, то ты можешь немного схитрить. Перекинь свои крутые прокаченные пушки на того персонажа, которого собираешься качать и проходи все по той же методике, которую я описал в видео. В итоге шмотки на втором и третьем персонаже у тебя будут падать выше уровнем силы относительно первого персонажа и он прокачается быстрее. Вот это базовые поверхностные советы, но многие спрашивали как качаться, так что медлить было нельзя. Свои способы прокачки можете писать в комментарии, думаю они тоже пригодятся новичкам. А я пока прощаюсь, не забудьте подписаться на канал и спасибо за просмотр, счастливо!